Герцог и герцогиня Сосекские не приехали из Калифорнии в Великобританию на мероприятие в честь герцога Эденбургского в Вестминстерском аббатстве на прошлой неделе. Однако отец Меган сказал, что «нет никакого оправдания тому, что пара пропустила поминальную службу». Выступая на своем канале YouTube, господин Маркель сказал присутствие и выражение уважения и благодати принцу Филиппу за то, что он всю жизнь служил, было очень важно для королевы. И то, что они не пришли, было для королевы как пощечина. Это было непростительно. Британский народ не простит им этого, и не должен прощать. Я не знаю, что послужило причиной, но этому нет никакого оправдания. Это пощечина королеве и британскому народу. Комментарии 77-летнего президента вызвали критику со стороны некоторых пользователей Твиттера. Один из них под ником собака Харри Харрис Хатт написал, Томас Маркель теперь издевается над собственной дочерью на своем канале YouTube и удивляется, почему она не хочет иметь с ним ничего общего. Если бы я сделал это со своей собственной маленькой девочкой. Мне было бы стыдно за себя. Я обожаю ее, зачем мне это делать? Другой пользователь Твиттера, собака Гейл Блэк 19, взорвался, то, что делает Томас Маркель, непростительной и является пощечиной, когда думаешь, что в какой-то момент, как отец, он просто закроет рот. Мистер Маркель, который живет в Мексике, отдалился от Меган после ее королевской свадьбы с Гарри в 2018 году. Его комментарии появились после того, как Гарри и Меган, которые живут в Монтисито, не приехали в Великобританию на поминальную службу в прошлый понедельник. Герцог втянут в судебную тяжбу с Министерством внутренних дел по поводу полицейской защиты его семьи во время пребывания в Великобритании. Гарри говорит, что хочет привезти двух своих детей из США, но утверждает, что это слишком опасно. Со секса лишились полицейской охраны, финансируемой налогоплательщиками, после того, как оставили королевские обязанности в 2020 году. Герцог дважды возвращался в Великобританию после Мехксита на похороны Филиппа в апреле прошлого года и на открытие статуй принцессы Дианы в Кенсингтонском дворце в июле 2021 года. Кейт, герцогиня Кембриджская и принц Уильям отправились в недельный тур по странам Карибского бассейна, чтобы помочь королевской семье отметить платиновый юбилей королевы по всему содружеству. Кембриджи приземлились в Белизе в воскресенье после сообщения о том, что паре пришлось отменить некоторые свои планы из-за протестующих, устроивших демонстрацию против королевской семьи. Праздничное турне проходит в то время, когда Соединенное Королевство сталкивается с растущим вниманием со стороны бывших колоний, которые, как опасаются, рассматривают возможность независимости от короны. В беседе с корреспондентом True Royalty с The Royal Beat, редактор Hello, королевский редактор Эмили Нэш сказала, официальная линия заключается в том, что Кембриджи отправляются в турне, чтобы поблагодарить людей за их поддержку королевы на протяжении ее 70-летнего правления. И они всегда говорили, что любое решение о том, чтобы стать республикой, принимается народом той страны, в которой она находится. Но это наступление очарования, и это способ восстановить связи, особенно после двухлетнего перерыва в королевских поездках. В ноябре королева попрощалась с Барбадосом после того, как бывшая колония проголосовала за лишение ее величества статуса главы государства в пользу того, чтобы стать республикой. Последние новости в блоге Экспресс, Ко, ЮКСРОВА и Элфэмили Лайви и Кейт и Уильям пробудут в Белизе три дня, а затем отправятся на Ямайку и Багамы. По прибытии королевская чета должна была посетить какао-ферму Актай ЛХА в деревне Майя Индиан Крик. Но местные жители устроили акцию протеста в пятницу, сетуя на то, что с ними не посоветовались по поводу того, что самолет Кейт и Уильяма приземлится неподалеку. Индиан Крик находится в споре с Флорой Энди Фауны Интернешнл, FFI, природоохранной группой, патроном которой является герцог Кембриджский. Согласно местным сообщениям, жители были недовольны тем, что их не пригласили принять участие в планировании. Седьмой канал телевидения Белиза сообщил, принц Уильям и его жена Кейт, герцогиня Кембриджская, прибывают в Белиз в субботу днем, и главным событием их поездки станет посещение фермы какао в округе Толедо. Проблема в том, что она находится в деревне Индиан Крик, которая находится в открытом конфликте с Флорой Энди Фауны Интернешнл, владеющей прилегающей, спорной собственностью. Более того, принц Уильям является покровителем этой природоохранной организации. И, судя по всему, жители деревни готовятся к прилету вертолета принца на футбольное поле деревни. И сегодня они говорят, что с ними не советовались, и они не хотят видеть принца в своей деревне. Активисты движения за независимость призывают страны Карибского бассейна рассмотреть свои связи с королевой и британской монархией, поскольку ее величество празднует 70-летие своего пребывания на троне. Участник компании «Виндраж» и историк Патрик Вернон сказал, «Великобритания по-прежнему имеет ключевые юридические и экономические связи, что мешает такой стране, как Ямайка, быть по-настоящему независимой. Этот год – возможность для людей задуматься, хотим ли мы быть республикой, и что это значит. Если Ямайка решит, что это так, это будет иметь эффект домино для остальных англоязычных стран Карибского бассейна». Герцог Сосекский не вернется в Великобританию для участия в поминальной службе принца Филиппа, о чем было недавно объявлено. Представитель Сосекских подтвердил, что Гарри не будет присутствовать на службе 29 марта в Вестминстерском аббатстве, но надеется посетить королеву, как можно скорее. Похороны герцога Эденбургского в прошлом году были ограничены 30 участниками из-за ограничений, действующих в Великобритании в то время, и поминальная служба предоставит возможность многим и многим другим почтить его наследие. Причина отказа Гарри от участия в церемонии не была подтверждена, но новость появилась на фоне борьбы с Министерством внутренних дел по поводу полицейской защиты. В последние недели Гарри практически не появлялся в центре внимания, и комментаторы предполагают, что он усердно работает над своими мемуарами, которые должны выйти в конце этого года. В июле Гарри заявил в пресс-релизе, что интимная и сердечная книга будет написана «не как принц, которым я родился, а как человек, которым я стал». Однако, по словам эксперта по королевским делам Анжелы Левин, книга появится в тот момент, когда Гарри «надоест» быть просто «запасным наследником». В прошлом году она написала в газете The Sun, у брата Уильяма всегда все было лучше, чем у него. Уилл сходил на чай к своей прабабушке, королеве-матери, чтобы получить первые уроки того, как быть монархом, но Гарри туда не пускали. Его старший брат получал лучшие результаты, чем он, в школе, и ему всегда приходилось занимать второе место, и Меган указала ему, что так нельзя. Она продолжила, принц Гарри и его жена знают, что они могут набрать огромное количество очков, открываясь и рассказывая всевозможные частные вещи о королевских особых. И Гарри теперь видит, что он выигрывает, выплескивая отвратительные комментарии о своей семье. По словам издательства Penguin Random House, издающего книгу «В мемуарах Гарри», впервые будет представлен окончательный рассказ об опыте, приключениях, потерях и жизненных уроках, которые помогли ему сформироваться. Гарри сказал после подтверждения выхода книги, «Я носил много шляп на протяжении многих лет, как в прямом, так и в переносном смысле, и я надеюсь, что, рассказывая свою историю, взлеты и падения, ошибки и полученные уроки, я смогу показать, что независимо от того, откуда мы родом, у нас больше общего, чем мы думаем». Говоря о публикации книги, госпожа Левин заявила, если другие члены королевской семьи будут возражать против этой последней книги, это только даст ему основания снова жаловаться. Принц Гарри хочет приехать в Великобританию в следующем году на платиновый юбилей, когда королева будет находиться на троне уже 70 лет. Но неужели он приедет только для того, чтобы прорекламировать свою книгу, которая выйдет через месяц или два? Между тем, другие королевские эксперты предположили, что Гарри из кожи вон лезет, чтобы сохранить репутацию своей бабушки в год ее платинового юбилея. Считается, что у Гарри очень близкие отношения с королевой, и в прошлом году он сказал Опре Уинфри, что «глубоко уважает ее и они понимают друг друга». Будете ли вы покупать мемуары Гарри? Дайте нам знать в комментариях здесь. Амид Скоби, выступая на подкасте «Рояль Лябзесед», сказал «Источники сообщили мне, что Гарри делает все возможное, чтобы убедиться, что в книге нет ничего, что можно было бы истолковать как негативное отношение к королеве или ее правлению». Он добавил, «Я не думаю, что этот момент, все на виду произойдет. Адвокаты ее величества будут изучать мемуары Гарри, прежде чем они будут опубликованы», утверждает помощник редактора The Telegraph Камила Тамини. Она сказала, с одной стороны, Гарри оставляет за собой право написать историю своей жизни так, как он считает нужным. «Это интересно и, вероятно, это самый сильный выстрел через сук, который мы получили за все время так называемой саги о Мехксити с этим брифингом, который нам дали несколько недель назад, предполагая, что адвокаты королевы будут вчитываться в каждую строчку. Она добавила, что Гарри придется быть очень, очень осторожным, чтобы книга была юридически грамотной, и это может означать, что она будет более прохладной, чем мы ожидали». Тем не менее, она отметила, что сделка с Пингин Рэндом Хаус была заключена на повествование, поэтому они захотят получить что-то, что будет соответствовать такому краткому изложению. В связи с этим она заявила, что это может стать неприятным чтением для королевской семьи.